Несколько лет назад, отправляясь на отдых в Сучи, я создал игру Purple Heart, большая часть которой была сделана ещё в поезде. И вот в очередной раз, вернувшись с чёрного моря, я сделал прототип мобильной гиперказуальной игры, о котором расскажу сразу после минутки рекламы. В X-Wazit запускают курс, где не только учат делать игры, но и создают реальный проект, с нуля и до загрузки в App Store или Google Play. Никакого специального опыта не нужно вообще. Гиперказуалки – это самая простая и быстрая точка входа в геймдев индустрию. Их можно делать в одиночку, но эти простенькие игры могут приносить хорошие деньги. Преподаватель Игорь Зверев, ведущий геймдизайнер Voodoo, он работал над играми Make It Perfect, Idol Balls и Bow Masters, которые попали в топ-чарты App Store и набрали по 200 миллионов установок. На курсе ты научишься находить идеи для игр и отслеживать тренды в индустрии. Создавать игры на Unity, системе визуального программирования Bolt. Кодить ничего не придётся. Создавать интерфейс и управлять вниманием игрока. Придумывать и реализовывать механики, благодаря которым хочется играть в эту игру снова и снова. Проводить аналитику и зарабатывать на своей игре. У тебя будет полное понимание того, как создавать и монетизировать гиперказуальные игры, а главное – собственная игра в сторах. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, Cybermite.com, Digital Forms и другие студии. Курс длится 4 месяца и теперь стартует каждый месяц. При оплате до 29 октября вы получите скидку от школы 15%, а по моему промокоду ARTALASKI – ещё 10%. Итого 25% скидки на курс скиперказуал от XYZ School. Кстати, я тоже на него записался, ибо несмотря на свой богатый опыт с ПК играми, в мобильных я понимаю не так много. И игру из этого видео я сделал ещё до курса, и мне прям теперь интересно посмотреть, что получится после его прохождения. Ну да ладно, давайте начнём. По традиции я начал делать игру ещё в поезде, ибо у меня в запасе целый день и почти вся ночь. За это время можно сделать простую реализацию идеи и чем я и занялся. Правда ночью я всё-таки спал, а делать игру в поезде днём не очень-то комфортно и удобно. Изначально прототип выглядел, кстати, примерно вот именно вот так. Куча кубиков, абсолютно никакой графики, и, кстати, стены, чтобы не вылетать за пределы. Очень простая фигня. То есть даже без какой-то постобработки, но механика сама уже работала. Энергии мало, и она не добавляется здесь за убийство врагов. То есть, ну это уже всё-таки немножко нерабочие старые сцены, я их так сохранял для архива, но мало ли что. Само собой, иногда приходилось отрываться на покушать, и, как нетрудно догадаться, в поезде хочется жрать намного чаще. Видимо от скуки. Так что ноут приходилось периодически убирать. Ах, и да, ребятки, я не снимал процесс создания игры и вообще какой-либо влог на отдыхе, потому что это, блин, был отдых. И хотелось реально отдохнуть и потюленить недельку для себя. Да и вообще на инсту мою подписывайтесь, там много сторисов. А вот так выглядел номер, в котором мы остановились, и в котором мне предстояло не только отсыпаться, но и делать игру. Как всегда, мои любимые панорамные окошки, но уже, правда, не с таким шикарным видом, как в Сочи. Впрочем, в номере-то особо и некогда было сидеть, ведь я приехал на море. Несмотря на то, что на улице конец сентября, погода еще располагала к купанию. Первый день, вот правда, был достаточно холодный, что пришлось одевать кофту. А вот во все остальные было очень жарко, и прохладная водичка стала прям-таки спасением. Тюлени на пляже, смотря на море, не самое веселое занятие, но когда ты просто хочешь отдохнуть и поваляться, ничего не делая, будучи необязанным чем-либо и кому-либо, это то, что нужно. Никаких лишних действий и телодвижений. Полный релакс под шум прибоя. После нескольких часиков на пляжу и в самом море наступал час хомячка. Когда ты можешь прийти в отель и выбрать со шведского стола все, что тебе хочется и сколько тебе хочется. Само собой, после плотного обеда идти куда-то уже очень не хочется, да и после какой-никакой активности в море все равно устаешь. Это был первый промежуток времени, в котором я делал игру. Тихий час в геймдеве выглядел примерно так. А вечерком снова на пляж. Солнце уже не такое выжигающее, людей все меньше, вода максимально прогрелась, в общем-то красота. По городу я особо не гулял, ибо делать там было нечего, да и ехал я не ради города. Но самый кайф ловил от вот таких вот вечерних прогулок по берегу моря. На пляже почти никого, только ты, море и закат. А когда становилось совсем темно, у меня начиналась некая эйфория, как будто я находился именно там, где всегда должен был быть. И после такого заряда, одновременно хотелось что-то сделать, но при этом не хотелось ничего, кроме как поваляться тюленчиком и поесть вкусняшки, совсем не думая о работе. Тем не менее, у меня оставалось несколько часов вечером, чтобы продолжить делать игру. Вот только она в это время почти не делалась. Все что есть сейчас, можно сделать за 1-2 рабочих дня, в хорошей концентрации. Чего у меня, собственно, и не было. Но кое-что мне все-таки удалось сделать, и давайте я покажу саму игру поподробнее, и покажу что у него внутри. Что касается врагов, здесь вообще все очень просто. У каждого персонажа здесь есть меч, у кого-то есть еще и щит, и копье там, или лук. И, в общем, когда мы сталкиваемся с персонажем, и ему капец, этому самому мечу отсоединяется родительский объект, то есть он становится сам по себе, и ему добавляется сила, чтобы он подлетел вверх, и ему подключается гравитация, чтобы после подлета вверх он полетел вниз. Гениально, я знаю, спасибо. И, собственно, это сделано с каждым видом вот этих вот оружий, щитов, копий и прочее. Да, они очень похожи на копье, но вдруг это алибарда. В общем-то не продирайтесь. Как же работает лучник? Потому что он немножечко отличается от остальных персонажей, и, в принципе, ничего прям суперсложного здесь нет. Просто у каждого персонажа есть еще отдельный скрипт Enemy AI, и если у какого-нибудь мечника этот Enemy AI выглядит, ну, очень просто, то есть это элементарная атака, проигрывание анимации атаки каждые несколько секунд, и если мы там напоролись на его меч, на его коллайдер, то нам будет бобо. Но мы не ебобо, и будем эти мечи обходить стороной. А вот от лучника отойти уже посложнее, потому что стреляет он быстро, стреляет метко, стрелы тоже летят достаточно быстро, и когда их несколько, это уже проблемка. Особенно если они будут здесь, здесь, с разных сторон. Вот там вот затаился крысеныш, кемпер несчастный, и его даже будет изначально не видно, это будет маленькая такая подстава для игрока. Но, в любом случае, как же он работает? А на самом деле работает он тоже достаточно просто. Кстати, уже, наверное, заметили это событие Dead. Оно включается, естественно, когда персонаж мертв, что-бы... Даже когда мы его убили, он перестал в нас наконец-то целиться. Это бесит. Итак, мы находим персонажа игрока, заносим его в переменную, и потом по этой переменной будем всякие махинации производить. Например, изначально мы будем следить за игроком, как раз по этой переменной. Это будет плавное смотрение на него. О, неплавное я отключил, потому что оно было, ну, слишком резким и каким-то даже криповым, что ли. И, наконец, рандомная пауза между выстрелами от 1 на 2 секунд, но это сейчас чисто для тестов, а позже я, конечно, поставлю значение побольше, что там хотя бы 3-4 секунды. Иначе этот скорострел будет прям подпаливать чьи-нибудь жопки. Итак, переходим в событие Shot, как раз когда у нас произошел этот самый будильник. И начинается событие подготовки к стрельбе. В этот момент он все еще на нас смотрит, причем смотрит уже гораздо агрессивнее и не так уж плавно, как хотелось бы. Хотя, возможно, здесь тоже стоит сделать плавная смотрелка. Это было бы, наверное, правильней. И, наконец-таки, мы проигрываем анимацию. Вот эту вот ту самую, в которой он у нас будет натягивать. Тетиву лука. Тык-тык-тык. Вот она. В которой он ее вот так вот натягивает, стрела торчит, все окей. Но, когда уже будет происходить событие Fire, стрела, оба, исчезает. То есть, она уже будет появляться как отдельный объект. А с тетива будет просто вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот. И, наконец, после выстрела мы тоже ждем 2 секунды. Кстати, зачем? А, извиняюсь. После натягивания тетивы мы ждем 2 секунды. И, точнее, вот этот кент ждет. И только после этого он как бы в нас целится. Выжидает момент. Чтобы не сразу он натянул, выстрелил, натянул, выстрелил. Ну, как это? Неправильно это. Вот. И затем происходит событие атаки, в котором он все еще на нас смотрит. У него уже проигрывается другая анимация. Как раз это анимация атаки. Спускание тетивы. Создается сам объект стрелы. И просто небольшая пауза перед тем, как снова начать в нас целиться. А с громилой, в принципе, все абсолютно то же самое, что и с мечником. Только вот одного его удара хватит, чтобы сделать нам гейм-овер. А вот с копейщиком-щитоносцем было много разных вариантов, чтобы он, например, крутился со своей вот этой пикой. Чтобы мы не могли вообще к нему подойти. Но сама суть победы над этим вот щитоносцем состоит в том, чтобы его по-быстрому вот так обойти сзади и хотя бы попасть. Попал. Вот так. Я думаю, стоит сделать модельки поменьше, потому что они закрывают практически полностью экран. Сейчас он будет в меня стрелять. Прям такая матрица. Вот так вот. Не знаю, на мой взгляд, это смотрится достаточно весело, как-то действительно казуально и прикольно. Вот. И если добавить сюда еще всякие разные механизмы, например, чтобы нажать на кнопку, там подлетел какой-нибудь враг. В общем, можно много чего... Ох ты ж, ёпты ж, интересного придумать. Это вот, кстати, победа, когда все враги кончились. Ну, вроде бы логично. Вот, вроде бы и вся подкапоточка. Как видите, прям, блин, примитивно, но при этом даже как-то и забавно, и весело. Ай. Хочется, конечно, добавить еще побольше яркого визуала, но не хочется перегибать. Особенно с полигонажем. Буду сейчас тестировать его не только на айфонах, но и на смартфонах. На стареньких, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. В общем-то, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в новом видео, которое, скорее всего, уже будет по проекту за 500 долларов. Вот этот самый безнадежный мир. Если не смотрели предыдущие серии, обязательно посмотрите. А с вами, как всегда, был Арталаски. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok